Нет такого человека, который бы не знал Алину Гроссу, именно она, актриса, певица, модель, режиссер появилась в нашей студии. Красотка просто. Здравствуйте, спасибо большое, я совсем не модель. А все остальное совсем понемножку. Ну ладно, скромничать, я же видела фотосессии, я подготовилась. Любая красивая девушка-модель. Да. Мы так считаем. С телефоном. В нашем веке уже, наверное, да, это точно. Итак, друзья, утром на телерадиоканале «Страна ФМ» выходит в новую стадию. Валерия Майорова, Кирилл Исаков, Алина Гроссу. И сразу вопрос. У нас сегодня тема такая, одна из тем. Любимые советские фильмы. Какой твой любимый советский фильм? Я сразу же хочется назвать просто их миллион. «Калина красная», «Бриллиантовая рука». Миллион фильмов, которые действительно были сделаны качественно. Давай так, в ремейке какого-то советского фильма хотела бы сняться? Очень нравится «Обыкновенное чудо». И я, в принципе, не то чтобы снималась, я, когда училась еще в эстрадной джазовой академии, до того, как поступила в АВГИК на актерский факультет, я на актерском мастерстве в академии, собственно, играла принцессу из этого фильма. И была так счастлива, тем более мне очень нравится, нравился и нравится Абдулов. Потому что его талант всегда, его работа, которую он сделал тогда, остается навсегда с нами. А ты знала такой факт, что, на самом деле, Д'Артаньяна в «Мушкетерах» должен был играть Абдулов изначально? Если честно, нет. Не вместо боярского. И мне очень нравится тоже «Мушкетера». Да, но, видишь, как хорошо. К нам приходить не только весело, но и полезно. Да-да-да. У нас познавательная программа. Даем какие-то факты. Давайте прямо сейчас послушаем Веру Брежневу с треком «Мамочка», ну а потом продолжим разговор на тему актерства и не только. Я бы хотела тебя послушать Садись поближе и дай мне хороший завет Откуда взялся на мою душу Я не знаю, но не спасает меня твой амулет Любит мамочка Опять гадаю я о нём подсветка Любит и любит мамочка А он спокойный, как большая река И я в ней, как лодочка Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Необъяснимо, что в нём такого Чего других нет Но глаз не могу отвести Он не понятен Моим знакомым А я другая, я-то знаю, он такой один Мамочка, опять гадаю я о нём под светка Любит и любит мамочка А он спокойный, как большая река И я в ней, как лодочка Мамочка, опять гадаю я о нём под светка Любит и любит мамочка А он спокойный, как большая река И я в ней, как лодочка Мамочка, опять гадаю я о нём под светка Любит и любит мамочка А он спокойный, как большая река И я в ней, как лодочка Ну а нам трудно сохранять спокойствие Потому что так много тем хочется обсудить И всё-таки затронули мы тему актёрства Да, мы выяснили, что есть такое слово Я тоже сплю ещё немножечко Какая роль тебе больше нравится? А какой ты мечтаешь? Наверное, очень многие актёры любят играть негативных персонажей Потому что это всегда сложнее Такую роль получить тоже сложнее, интереснее А у меня фактура такая, которая из шести работ Пять моих работ было, где я играла серф Мне кажется, у тебя фактура мимими Нет, это так кажется Это в книге Станиславского прописано Злодей, хороший, фактура мимими Фактура мимими, это как? Не фактура мимими, совершенно То есть у меня или типаж достаточно Не вызывающий страдания вообще Сострадания Или у меня, наверное, такой темперамент Одно из двух То есть как-то на вот такого Хиленького человечка я не очень похожа Если ты так захочешь, человека с широкой душой сыграть доброго Они дадут ролью Я очень хочу сняться в какой-то настоящей комедии Или, ну, конечно, роль мечты Это военное что-то Или средневековье, возможно Хотя я уже снималась в «Офицерских жонах» Там мы играли в «Второй мировой» Фильм был очень качественный, хороший Снималась в «Порошино» В общем, очень талантливые актёры, известные Я рада, что я смогла попасть в их команду И попробовать получить такой прекрасный опыт Ну, слушай, ну, если в каком-нибудь средневековом фильме снимешься Там война всегда есть Так что в средневековье такое времечко было Когда спокойно не посидишь Слушайте, ещё вот, знаешь, такая интересная ситуация Очень многие актёры рассказывают Когда они учились, им давали этюдики Кипящий чайник, утюг, планищик Таленка, кусок асфальта Да, что у тебя получалось лучше всего Во что-то гениальное перевоплощалось Как я понимаю, это вы говорите наблюдение И говорите об этюдах наблюдения Ну, есть наблюдение там с животными, с людьми А есть наблюдение за предметами Вот это вот чайника сократит наблюдение И я периодически друзьям говорю, что там Представляете, как, ну, как бы вы сделали, я не знаю Там, как показать скакалку или чайник Это настолько ненормально для обменяемого человека То есть актёры всё равно слегка вот Ту-ту Да, уходят в себя, скажем так Я не имею ничего, в смысле, я не говорю ни про других актёров Я лично про себя Хотя бы так То есть можно, да, на актёрском факультете услышать фразу Покажи мне какао Да, да Как показать какао? В зависимости от ситуации Холодный, горячий Горячий какао Горячий какао У, соуход Ну, такой говорящий, горячий какао Это был мой первый актёрский этюд Да Я предлагаю всё-таки после этого этюда, чтобы зрители и слушатели пришли в себя Алекс Смолиновский, я тебя не отдам Послушаем и посмотрим, а потом вернёмся к беседе Извини, но я не в силах уйти Мои мысли окаменели Огнём горели Мои птицы улетели Моё сердце опустело Просто нервы на пределе Над душами тут метели Я один в своей постели Только ты на самом деле не простишь меня Прости, но я тебя не отдам Обридам и холодным ветрам Никогда, никогда, никому Я тебя не отдам Прости меня как можно быстрей Прости, а если хочешь убей Никогда, никогда, никому Я тебя не отдам Извини, но я не в силах уйти И оставить всё так, как есть Прыгнуть и улететь Мои руки начертили Чертежи на моих крыльях Только как летать забыли Над душами тут метели Я один в своей постели Только ты на самом деле не простишь меня Прости, но я тебя не отдам Обидам и холодным ветрам Никогда, никому Я тебя не отдам Прости меня как можно быстрей Прости, а если хочешь убей Никогда, никуда, никому Я тебя не отдам Никогда, никуда, никому Я тебя не отдам Прости, но я тебя не отдам Прости, но я тебя не отдам Обидам и холодным ветрам Никогда, никуда, никому Я тебя не отдам Прости меня как можно быстрей Прости, а если хочешь убей Прости, а если хочешь убей Никогда, никуда, никуда, никому Я тебя не отдам Никогда, никуда, никуда, никому Я тебя не отдам Продолжаем, друзья, беседовать Алина Гросс у нас в гостях Валерия Майорова, Кирилл Исаков По-прежнему на посту утреннем Еще раз всем привет Вот Да, и я, пожалуй, поздороваюсь А то вдруг не поверят, что вот кто нас слушает Что я обманываю просто с мнимыми друзьями Разговариваю Есть у нас такая рубрика Продолжение следует Она называется Мы даем начало фразы Тебе нужно ее закончить Мне уже страшно Да, ну ничего страшного нет А нужно по логике или как правильно То пословица какие-то Как пойдет, можно просто Можно просто делать Э-э-э, вот так вот тоже По понятию Я больше всего люблю носить Платье Отлично Я никогда Не была замужем Почему? Давай еще Сейчас я говорю Когда я смотрю фильм Ты называешь фильм? Область тьмы Всегда вскакиваю И кричу Выключайте телевизор А когда смотрю фильм? Почему? Дом странных детей То обнимаю всех, кто находится рядом Сцену я больше всего люблю за? Ее тепло И то, что она мне помогла поверить в себя, наверное А, то есть ты в таких В обогреваемых ДК выступаешь Где теплая сцена? Дело не в этом Я просто очень сама по себе стеснительная И если бы мне друзья, родители И все люди, которые меня окружали в три года Не отдали меня на вокал-хореографию И я очень сильно смущаюсь общества И очень сильно смущаюсь людей В общем, поэтому мне прям сцена помогла Мое хобби? Рисовать Писать песни и стихотворения Играть на протопиано Ничего себе Я думал одно, да, хобби А там целый город Еще спорт А, еще и спорт И еще я люблю очень сильно готовить Да, и дельта-планеризм тоже Есть в моем списке Я не перестаю восхищаться Старанием и Наверное, теми людьми, которые Вкладывают в работу абсолютно всю свою жизнь И все свое свободное и несвободное время То есть собой, да, восхищаешься? Не-не-не-не-не Мне кажется, что я лентяйка Хочется еще больше делать И когда я вижу, что человек там говорит А, личная жизнь потома И мы уже 28 И я так Блин, ну как ты так? Я не понимаю людей, которые Я не понимаю людей, которые Врут Или которые Как-то пытаются Натягивать все время маски И боятся показать себя Потому что тогда они даже не узнают Полюбят их настоящих или нет Вот Вот как А это важно Узнать, любят ли тебя таким Какой ты есть Это было продолжение Следует с Алиной Гроссой Друзья, продолжение нашей беседы Обязательно последует После песни Наргиз, беги Давайте послушаем и посмотрим Ты узнал мое падение И смотрел на мой испуг Ты давно меня предал Без сожаленья Но болят еще следы От твоих рук Беги, беги, беги До горизонта Беги, беги, беги Беги, беги со мной Беги, беги Беги, беги Беги до солнца Беги, беги Беги, глаза закрой Ошибалась от незнания Ты был небом надо мной На твое плечо упала бессознанья Ты предай меня опять А я с тобой Беги, беги Беги, беги Беги до горизонта Беги, беги Беги, беги Беги со мной Беги, 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 беги до солнца Беги, 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 глаза закрой Мы до горит солнца Беги, беги, беги до горизонта Беги, 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 беги со мной Беги, 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 беги до солнца Беги, 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 глаза закрой Мы до горит солнца Мы до горит солнца Мы до горит солнца Итак, мы вернулись, друзья. Как и договаривались, Наргиз спела для нас Беги, а мы сидим. Валерия Майорова, Кирилл Исаков и Алина Гроссов. Алина нам уже подсказывает про клип, про клип. Но про клип попозже, потому что... Извините, я просто сломал сейчас эту конструкцию, а мы сидим. Я так сказал, как будто у нас радиотюрьма. Как будто ты вчера переслушал группу. Да, двутырки переслушали. Телерадиоканал Страна ФМ. Друзья, утро продолжается, и мы беседуем с Алиной Гроссой. Вот ты сейчас гордо так сказал, что если бы тебя в три годика не отдали быть артисткой, ты была бы замкнутой. А сейчас психологи все говорят, что нельзя у детей отбирать детство. Было ли у тебя детство, или ты все по гастролям? Ну, раньше, наоборот, говорили, там, отправлять работу, учиться. Просто как детства нет? Слушайте, половина людей. Это в Москве все привыкли, наверное, что так хорошо, вроде бы и сразу же кружки есть. И, я не знаю, какие-то там работы для маленьких детей. Работы для маленьких детей? Все, уже с шести утра дети пашут на поле. Ну, летом и все остальное. Мне так родители выросли. Поэтому для меня понятие обычного детства, ну, как бы оно не существовало. Ты там играешь на поле, там, посопал, косил, и, собственно, в себе лежишь, можешь играть в траве. Я не знаю, ну, ничего другого, в принципе, мне не могло быть. Поэтому у меня родители, зная о своем детстве, какое оно было, меня отправили на более лояльное, но такое же там, где нужно пахать и работать. И я, в принципе, считаю, что у меня тоже мой ребенок не будет сидеть ни минуты на месте просто. Я его отдам на все возможное для того, чтобы он в будущем смог определиться, что ему именно нужно будет. Потому что лично я считаю, что каждый человек должен работать. И мужчина, и девушка. Каждый должен состояться. Уже с трех лет. С трех. Обязательно. А чего тянуть-то? Все равно рано или поздно придет человек на работу. Пускай лучше раньше сделать. Чтобы он закончил школу, в 16 лет пришел на работу, а у него уже 13 лет стажа. Весьма возможно, что это только мое вот такое вот скептическое мнение. И, может, я неправильно считаю. Но психологи пусть даже и говорят сейчас, что вот плохо выпускать ребенка на сцену так рано. Так зачем тогда появляются такие замечательные конкурсы, как «Голос. Дети»? «Утренняя звезда», которая была еще тогда, когда я начинала. Это то, что помогает развивать. Если конкурсы такие появляются, значит, они нужны. Ну вот ты уже в четыре года была профессиональной артисткой. То есть ты за год как-то быстренько хлоп-хлоп-хлоп. В четыре с половиной у меня первый альбом вышел. Я не могу сказать, что это хорошо. Я не могу сказать, что это было прекрасно. Но оно было интересно для людей. Когда же ты начала проявлять творческие таланты? Ты раньше начала петь или говорить? Вот что интересно. Начала, в принципе, как петь. Я первая песня, которую я спела, это мне было два года. Вот здесь вот Калина, мне бабушка, я все время пела. И я, собственно, ее и спела. А я, как понимаю, твое первое слово было «тональность». Так что, Алиночка, не та тональность? Вот так. Я в два года, ну как, я там что-то себе напевала. Я быстро очень начала ходить, разговаривать. И, в принципе, мне даже в детский сад не пришлось ходить, потому что мной занимались с двух лет уже дома. То есть там в два года я уже мультики смотрела на английском языке для того, чтобы хоть что-то как-то понимать. Меня хотели вырастить умным человеком. Страна ФМ. Все к лучшему. Эхей, продолжаем. Валерия Майорова, Кирилл Исаков и Алина Гроссу. Красивая, немножко сонная, потому что не удалось вчера толком поспать. Вся в работе, да? Да, да, да. Ну, совсем немножко, наверное, так. А так вот не скажешь. 13 минут здорового сна. Было пока что-то история машины. На минуту больше, чем вчера. Да, это прогресс. Ну, мы потихонечку так, знаешь, такими маленькими робкими шажочками приближаемся к премьере клипа. Она будет у нас попозже. Но уже, я думаю, что можно приоткрыть завесу тайны. Ты там в клипе сыграла мужчину. В фире воплотилась. Да, да, да. Я могу, в принципе, рассказать историю. Нет, мы тебя об этом еще спросим. Да, я играю мужчину в клипе. Точнее, как я играю девушку, которая соревнуется со своим парнем, доказывая ему, что, в принципе, наше поколение уже настолько... Ну, то есть я высмеиваю этих женщин, которые даже не обращают внимания, что я маленькая, вроде как незаметный, страшненький мужичок, зато с бабками, и на меня все равно цепляются. Больше, чем на него, когда он без бабок. Так вот, у нас сейчас такая будет активность небольшая. Проверим, насколько ты хорошо вот вжилась в образ мужчины, насколько ты вообще знаешь интересы мужские. Итак, я буду тебе задавать вопрос, тебе нужно отвечать вообще, что это. Итак, металлическая пластинка, к которой прикрепляют рыболовный крючок. А, не помню. Не-не-не-не-не-не-не. Ага. Бле... Блесна. Не-не-не, я не знаю. Вот, мужик, мужик, вот, 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 вот. Вживанё. Правило, которое определяет позицию нападающего игрока по отношению к игрокам обороняющейся команды, как недопустимую останавливающую атаку на ворота противника. Футбольчики. Как это? Вот, да. А вы думаете просто быть мужиком? Правило, подождите. Правило. Ну, про красную и желтую карточку мы понят. Понятное дело знаем. Да. Про тех игроков, которые присутствуют, в принципе, на поле, мы тоже знаем. Полузащитник, защитник. Есть нападающий. А вот как правило, когда нападающий находится ближе к воротам соперника, чем защитники, как это называется? Офф? Оффса... Оффсайд? Оффсайд, yes, of course. Оффсайд, это когда мяч вылетел за... Нет, это аут. Это аут. Не дочитала методичку, когда кроли готовилась. Видишь? Вот выявляем пробелы. Подождите, у меня мужчина очень галантный, который зависает на работе и прожигает жизнь. А мы за таких мужиков брутальных. И последний вопросик тоже. Спортивные хоккейные перчатки, которые выполняют защитную функцию. Вот как называются у хоккеистов перчатки? Ой, мамочки. А вот так, девочки, непросто быть мужчиной. Я хочу просто... Столько друзей и знакомых хоккеистов. Мне так стыдно, но мы с ними на эту тему не разговариваем. Краги. Краги они называются. Замечательно. Главное, что я знаю, что такое шайба. Мужчины, мы только что доказали, что непросто быть нами. Надо посмотреть, сколько информации приходит. Нереально. Мне очень стыдно. А это я и тебя еще про трамблер не спросил. Итак, давайте сейчас прервемся. Нас Макс Коржит в кайф, а потом продолжим беседу. Да. Я в истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метров оцарился. Жесточайший хаос, когда всем понятно стало. Сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне Меня где-то поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет И как посчитал бы нужным жить не читал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал Я выбираю жить в каи. 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 Это был сон, в котором я не прогорал, Не огорчал родных и не нуждался ни в чем. В котором мне не пришлось Скрывать глаза и лгать давним знакомым. Мол, в жизни моей все хорошо. В моем рюкзаке пару маять носки. И пускай начало оставляет желать лучшего. А все, кто меня помнит, знают, я не был таким. А значит, и у вас получится. Ведь все, что я хотел, это видеть свет. И как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг услышав музыку, я сам себе сказал Я выбираю жить в каи. 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 Вот же как хотел я увидеть свет. И как посчитал бы нужным жить мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне. Вдруг уведел солнце и тогда себе сказал Я выбираю жить в каи. 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 Ну, а мы выбираем поговорить. Нас, знаете ли, хлебом не корми. Домой не отпускай. Только дай доступ к артистам. Алина Гросс у нас в гостях. И Алина рассказывала нам, как сейчас идет полным ходом подготовка к Новому году. Где в ближайшее время поклонники смогут увидеть твое живое выступление? Мы сейчас только-только окончили наш тур. Высшая проба. С продюсским центром вместе проездили. Замечательные города. Познакомились со всеми, собственно, людьми. Приятно провели действительно время. Каждый у нас что-то делает по-своему, интересно и хорошо. Поэтому, наверное, нам понравилось. И вот, собственно, зрителю тоже. А вот фестиваль «Роза Хутор». Там ты появишься? Да, я появлюсь несколько раз на сцене на фестивале «Роза Хутор». И одна, и в дуэте, и в трио. Будет очень много сюрпризов. С симфоническими оркестрами. У меня сюрпризов будет, конечно, много. Там будет много мероприятий. Я считаю, что в «Розе Хутор» очень позитивное Рождество. Я безумно люблю. Я уже третий год подряд встречаю Рождество именно там, буду встречать. И я счастлива, что, наверное, так оно есть. Ну, там красиво. Там красиво. Красиво и музыкально. Ну, как семья. Вот сейчас буквально вышел недавно клип всего продюсерского центра, вчера. Новогодний. Смотришь в кадре, мы такая вот теплая, такая домашняя семья. Правильно, это такая. То есть если вы семья, то... Новый год без алкоголя. Все замечательно. Папа запрещен. Ну, да. Как я понимаю, в этой семье папа Григорий Лепс. Да. И алкоголем разрешают только в виде песен. Да. Мы, кстати, подходим потихонечку к премьере. Мне кажется, это такой один... Это главный инфоповод наш сегодня. Давай коротко вот по поводу клипа. Это невозможно коротко. Тогда давай длинно. Рассказывай, где снимали, кто режиссер, чья идея. Снимали в Москве. Режиссер Алекс Некто. Идея общая, наша с ним. Получилось так, что я хотела... Он предлагал изначально еще летом другую идею на этот клип. Еще на другую версию этой песни. Я сказала, что мне ни версия не нравится. Не нравится ни сама, в принципе, идея. А тебя можно угодить, да? Да и к тебе я присматриваюсь еще. Я просто хотела что-то... Ну, как бы собака была в таком ретро-стиле. Похожа на... Не отчаянных домохозяек, сейчас скажу. На степфордских жен. А это хотелось сделать более современное. Хотелось снять клип именно так, как песня «Алкоголь» о клубе. Но когда девушка, то есть я, попадает в клуб, это уже определенный штамп. То есть тусовщица. Не особо приятное какое-то такое ощущение накладывается у тебя. Появляется в голове, когда ты знаешь, что девушка, да, в клубе. Поэтому я должна была не быть девушкой в клипе. Что-то другое. Я предложила идею о споре. Или я что, подсматриваюсь за мальчиком, который куда-то где-то скрывается в клубе, а он там, подпольные какие-то уличные бои. Это была более такая драматичная идея, которая мне больше даже нравилась. Но вторая была, и я начинаю кадрить девушек. То есть, в принципе... В образе мужчины. Да, после «Один в один» я настолько кайфовала. Я играла там Дорна в Корчука из «Океана Эльзы». Ты голос сорвала, да? Да, и третьего я, господи, расторгую его. Ух ты! В принципе, для меня абсолютно три разных типажа мужских. Так приятно было. И вот сейчас четвертый был. Такое нечто между Зверьевым и Леонтьевым. Ну вот посмотрим, как тебе это удалось, потому что сейчас у нас премьера трека и клипа. Серьезно не относиться, просто посмотреть вглубь. Это на самом деле просто не моя жизненная философия. Я не считаю, что так правильно. Алина Гроссу, «Алкоголь». Слушай, мы смотрим. Законом, играя с моей психикой детской, Называл меня за ей, да сухмылка юдерской. Ты читал мне морали, обвинял бесконечно. Мои нервы сломались, стала я сумасшедшей. На колени падаешь предо мной, Что с тобою делает алкоголь? Вся рубашка в помаде, Ты сухмылкой во взгляде ресторан-топе. Парень подчерпел. Парень подчерпел. Субтитры сделал DimaTorzok Я тебе доверяла, вне предела и резка И пока развлекался ты со своей любоподружкой Я была твоей деткой, твоей милой игрушкой Это что думает, что с тобой отжимает алкоголь Вся рубашка в помаде, ты с ухмылкой Во взгляде ресторан ТОПЭ Старик, отжимай! Это алкоголь, алкоголь Это алкоголь Это алкоголь, алкоголь Это алкоголь, алкоголь Это алкоголь, алкоголь Это алкоголь, алкоголь Алкоголь, алкоголь Алкоголь, алкоголь Алкоголь вау состоялось состоялась на самом деле вы не увидели полную версию при желании если у вас она возникла вы можете зайти в youtube и посмотреть там гораздо жестче кадры пикантные моменты и всю мажорную такую деятельность в принципе вырезали потому что мне кажется действительно такое по телевидению тем более в такое время показывать не стоит но вот ты говоришь что не хотела ты представать в образе клубной девушки а все равно нет нет домелькнула красивые за диджейским пультом это такой образ или нет нет поигрываешь мне я пару раз поигрывала я пару раз представляла диджейскую программу но я понимаю что простите я в этом не шарю может что-то делать хорошо делай что-то одно а также по моему флешку вставляешь и play нажимаешь нет конечно так тоже можно делать и вот так вот делать можно даже подождите не нужно еще прокручиваться конечно и вот да 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 ты типа ты понимаешь почему прокручивать нельзя периодически там можно нажимать на какие-то кнопочки и все остальное какие-то кнопочки я тебе больше скажу что года два назад была новость о том что концерт одного известного иностранного диджея сорвался только потому что он потерял флешку со своим сетом очень известный диджей по моему даже по моему даже у него есть ван в начале фамилия серьезно это мой любимый видит диджей вот он играет флешечки так что подумай может быть ты тоже я все-таки считаю что я должна делать хорошо хотя бы что-то одно то есть в принципе для начала эта музыка второе актерская ну и в принципе почти все песни я пишу себе сама как же определиться что делать одно если все получается отлично я бы не сказала у меня просто творческой с творчеством связь именно такая сильная крепкая то есть мне нравится все что касается креатива все что касается того чтобы что-то вытворить это вот твой креатив когда ты его вытворишь в новый альбом когда ждать поклонников серьезный альбом то есть из песен которые душевные затрагивают каждую клеточку души или которые попсовые или там дип-поп и все остальное мы мы все примем у меня сейчас рэп ну в настоящей версии алкоголя первой она называется вне закона там есть кусочек рэпа который собственно эту песню писала я в 16 лет да я не употребляла алкоголь вот но песня о парне который как раз его употреблял вот поэтому собственно я тогда ее не могла пить потому что название алкоголь нужно наверное произносить это даже слова после 21 года и вот мне исполнилось и я решила спеть вот пять лет лежала эта песня и ура смотри как вылижалась настоялась да выстрела спасибо тебе огромное что ты пришла было приятно с тобой поболтать надеемся когда выйдет один из серьезных или попсовых альбомов ты придешь и мы тоже оценим его по достоинству алина гросса была у нас в гостях друзья утром на телерадиоканале страна fm потихонечку завершается да спасибо большое валерия майорова кирилл исаков с вами прощается до завтра пока пока